Дмитрий Шедвенидзе Понятие искривления пространства или времени в физике отличается от вашего определения. Согласен, это не стандартный термин, а слово из научного жаргона. Под искривлением понимается изменение какой-либо величины, а относительно другой величины в непрямой пропорции. Что имеется в виду? Нас сейчас Дмитрий Шедвенидзе уговаривает за нарушение первого закона логики. Принцип такой вообще у первого закона. Если тыква это не тыква, но ты называешь это тыквой, надо срочно лечить тыкву и тому, кто научил, и тому, кто повторяет. Если искривление это не искривление, но ты называешь это искривлением, Далее по тексту. Вы нарушаете первый закон логики и предлагаете как бы это придерживаться. Что происходит с толпой, которая начала нарушать первый закон логики? Вот предположим, это толпа ученых, да, которая решила понарушать первый закон логики. Вот с того момента, как они первый раз нарушили, да, они теряют статус ученых. Они переходят в статус таких людей, не способных сосредоточиться. Они такие собрались кучей, пошли с дадом к баранам. Это уже не ученые, понимаете. Они нарушили первый закон логики. И то, что дальше они бормочат, уже не важно что. Пусть искривление это не искривление и так далее. Это все бред. И это невозможно вот так, вот такими вот уговорами, это уговорить невозможно. Это подмена терминов. Вы один термин выдали за другой, обманули широкие массы населения, обманываете детишек, но это ну стыдоба. Поэтому тут выдыхайте, тут вариантов нет. У вас нет тут ни малейшего шанса проскочить. Вы, ну, совершили гнусное преступление против здравого смысла. И никакие уговоры здесь нет. Так. Далее. Вам вряд ли удастся привести к единому стандарту очень многие бытовые научные определения. Практически все научные определения, даже самых простых вещей, отличаются от тех, которые преподают в школе. Это вообще стыд-позор. Научные определения отличаются от тех, которые преподают в школе. Вот вам надо тогда определиться, в каком случае вы протупили. В определениях школьных или в определениях взрослых. Чтобы в одних и тех же определениях было по-разному, это нарушение законов логики. Опять же, нарушение первого закона логики. На самом деле, вы вот эту вот точку зрения транслируете, потому что вы привыкли, что жулики, прокравшиеся в систему образования обманывают детишек вот этим способом. Они в школе уже не дают, что такое пространство. А в вузах дают, что пространство это просто модель, или абстракция, материальный объект в том числе. И вот бормочут вот эту вот чушь. Это не... Вот если стадо привыкло жрать с лопаты, это не значит, что это так оно и должно быть. Есть столовые приборы, есть тарелка, вилка и так далее. Если вы... Кто-то где-то жрёт с лопатой, это не значит, что это правильно, понимаете? Что это так надо. Гигиена должна быть и в мышлении, и в поведении, и так далее. Вот преподавать в школе одно, в вузе другое, противоположно, это вот нарушение законов логики, это нарушение научного метода, применительно уголовного права. Ну, это, да, введение широких масс в заблуждение, преподавание недостоверной информации. Это, в принципе, госпреступление. Когда вот вы оскотиниваете широкие массы населения. Пока что получается так, что вместо просветительства вы занимаетесь придирками и часто огульной клеветой. Вот это не придирки, это нарушение закона, закона логики. Это не придирки. Вы очнитесь, придите в себя, оп, оп, себя, пошлепаете и подумаете, закон нарушен вариант от этого. Да, нет. Первый закон логики. Если да, то постучитесь, придите в себя, очнитесь. Ваш постулат о Евклидовом пространстве далеко не столь революционен. Во-первых, никаких постулатов о Евклидовом пространстве нет. Постулаты появились, вот когда один придурок принес постулаты, вот Эйнштейн принес постулаты. До Эйнштейна постулатов не было. Они нафиг никому не нужны. Это дебильное состояние мышления. Придумать постулаты. Постулирование – это декларация слабоумных тезисов. Вот вам может казаться, что оно не слабоумное, но если вы что-то пропостулировали, значит, вы слабоумные. Не надо постулировать. Это не научный метод. Придумывать то, что не существует. Да будет так. Скорость света постоянно вот в этой системе отчета без мотивации. Во всех системах отчета скорость света постоянно. Вот берем один фотон, вот один, запускаем его по Вселенной, и он во всех системах отчета постоянен, его скорость, да? Ну, ваш постулат не соответствует природным фактам. Что-то другое хотите постулировать? Ну, давайте. Это бессмысленно, это не научная деятельность, это выигрыки с мест. Постулаты. Это вообще нелогичное предположение, которым вы придаете статус закона. А Евклидово пространство, я не знаю, в каком моем постулате, вот у меня ни одного постулата за все время не было. Я знаю, что постулата – это стыдно, до такого уровня скатываться, никогда этим заниматься не буду и не занимался. А то, что Евклидово пространство, неважно, Евклидово, не Евклидово пространство, оно одно – это реальный физический объект, не искривляемый, не замкнутый, не ограниченный по всем направлениям, во все стороны. Сторон у нас по трем пересекающимся прямым, да? Через прямой угол. Можно подавать как шесть направлений. Вот. Это не замкнутое пространство. Не ограниченных во всех направлениях объем. Далее. У вас нет столь объемной, столь революционной теории, которая давала бы вам повод для столь резких высказываний о состоянии науки. Во-первых, теория есть, констатация, абсолютно революционная, которая дала повод. Во-вторых, для того, чтобы высказываться о состоянии науки, не нужна теория. Любой человек, не имеющий теории, имеет полное право выгнать бомжа из кабинета географии. Вот тут просто. Полное право. Если бомж нагадил за шторой, значит он не знает туалет, где в школе находится. Он даже на этом уровне в географии не ориентируется. Значит он преподавать ее не должен. Понимаете? Если человек не знает, что такое пространство, все остальное это все. Тушите свет. Оторвали уши, выкинули за дверь вместе с зачеткой. Это стыд, позор. Вы довели вот это все состояние науки до скотского уровня. Это реально объективно. И у вас отговорка. Вот смотрите. Там отговорка. первый закон логики предлагаете игнорировать, потому что все стадо уже его проигнорировало. Все стадо уже не пользуется первым законом логики. И что? Ну пожалуйста, вы берите свое стадо, уходите с ним из науки, из ученых. Вы не ученые, а если вы не пользуетесь первым законом логики. Дальше. Повод нет революционной теории. Вы понимаете, то, что мы дали, это констатация в научном смысле. Она дает доступ везде. Эта теория неограниченная пределами применимости. Она действует и в макромире, и в микромире. Во всех отношениях она действует. Это абсолютная истина, которую дали. Просто исправили двойки в ваших тетрадях домашним заданием, да, и сделали материал, который выглядит без нарушения логики. Вот это вот материал, который дали. А вы говорите, что тут нет чего-то. Понимаете, в 21 веке мы дали вещи, которых не было до сих пор. Формула физического воздействия, ее не было, стыд, позор. Сравнение бесконечно больших, бесконечно малых величин, их не было, стыд, позор. Теория множеств это не позволяла делать. И вот таких вот длинный список того, что проделано и сделано. Вы говорите, у вас нет ничего, чтобы критиковать. У нас так как раз и есть. Вот у нас то, что есть, это вершина развития цивилизации на данный момент. Вот те материалы, которые у нас есть. Единственные грамотные материалы на планете по физике, вот единственные, от которых можно проводить аудит любой дальнейшей отрасли, да, и получать точные результаты. Вот это то, что у нас есть. А ваши претензии тому, что мы дали, ну, нет пока претензий. Часть выдуманных тезисов каких-то. Вы нас обвиняете в каких-то своих заблуждениях. У вас нет, у нас есть. У вас есть заблуждение, что у нас нет чего-то. Огульная клевета. Какая огульная клевета? Вы занимаетесь придирками и часто огульной клеветой. Пожалуйста, клевету в студию. Или прекратите бредить, фантазировать о клевете. У нас нет клеветы. Мы излагаем только факты. Мы макаем двоечников носом. Если двоечник принес недостоверный материал в университет и вливает его студента в уши, мы доходим до недостоверного момента, показываем, в чем он конкретно недостоверен, и макаем его носиком. Все. Это не клевета. Это пардон, научный трибунал. Мы показываем, где люди врут всего лишь. Такая ситуация в нашем мире. С вами был Виктор Катючев, канал научный трибунал. Всем добра. Не слушайте бобра.